Сегодня понедельник, в Страстной Седмице. Что вспоминаем мы сегодня? Это проклятие Господом Смоковницы, это о неблагоразумных жестоких виноградарях и продании праведного Иосифа его братьями. В двух словах давайте вспомним, что это такое. Господь идет из одного поселения, в другое видит смоковницу. Смоковница это инжир, современным языком, райское дерево. И хотел напитаться, но плоды еще не созрели. И Господь говорит, что от сели никогда не будешь плодоносить. И она на глазах иссыхает. Но удивительно, она на тот момент и не могла принести плодов. Она еще не созрела. Возникает вопрос, почему Господь тогда проклинает ее? По двум причинам. Во-первых, это символизм. Показать, что смоковница, как еврейский народ, что плоды вроде красные, но еще не созревшие, и вкушать их нельзя. И также еврейский народ. Он знал о Господе, о его пришествии, от пророков, и не принимает его. Будет кричать в ближайшие дни, раз в него, раз в ней. Также Господь впервые показывает свою не только любовь, но и праведный, в том числе, такой гнев, что может и наказать, как бы уничтожить по праведному своему гневу. Далее. Притча о двух жестоких виноградиях. В виноградиях, которые приходили другие слуги от хозяина, они их избивали, убивали, а потом хозяин послал сына своего, думая, что они устыдятся и не побьют его, но покаятся и будут трудиться. На что они решили убить его, чтобы виноградник достался им. Спрашивает Христос учеников, что должен сделать хозяин. Естественно, прогневается, пойдет и уничтожит этих виноградников. И праведный Иосиф, тот, который продали в рабство, но в итоге он стал, скажем так, обвинил его египетского фараона, супруга. Тем не менее, он не прогневался, и еврейский народ, в частности, все равно напитал и приблизил их к спасению от голода, как минимум. Вот такие события сегодня мы вспоминаем. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова